здравствуйте дорогие зрители с вами богич сегодня хочу начать эксперимент который периодически проскакивает в сети вот эта заправка зажигалок зипа бензином зипа или же как альтернатива бензином калоша то бишь нефтяным растворителем вот что хочу сказать стоимость зипа в украине составляет 50 гривен что в россии составляет 200 рублей производства сэша а стоимость бензинная калоша за 1 литр 28 гривен составляет 100 рублей вот что я хочу сказать сети ходят такие байки что разницы то принципе и нету вот что я хочу проверить зажигалка зипа оригинальная герметичность была как бы в порядке всегда вот поэтому буду заправлять шприцом по 4 кубика и следить насколько хватит этого и этого продукта вот ну что приступим бензин калоши открываю при вас по запаху один в один как зиповский так ровно 4 кубика а а Пускай настоится. Буду я эту заживялку чиркать 4 раза в день. Вот и посмотрим, насколько ее хватит, если она сейчас вообще загорится. Горит с первого раза. Начало эксперимента, а далее посмотрим. Забыл-то я добавить. Сегодня у нас, для достоверности, 11.24. Приготовлен. Вот. Так что, считаем, смотрим. Дорогие зрители, сегодня уже 30-е число. Вот. Зажигалка уже не зажигается. Что свидетельствует о том, что на бензине нефраз, калоша, она продержалась чуть больше, чем полутора суток. Вот. Теперь проверяем, как же она поведет себя с бензином-зиппером. С трудом, правда, представляю, как я заполнил шприц бензином. Наверное, так. Ровно 4 кубика. Сейчас, конечно, однако, интересно это все дело происходить будет. Короче говоря, не в парис. Пускай чуток устаканится. Пускай чуток устаканится. Все, зажглась. И точно так же 4 раза в день буду ее поджигать. Посмотрим, насколько хватит. Сегодня шестое число. И именно сегодня зажигалка зиппа издала последний вздох. О чем это свидетельствует? О том, что на бензине зиппа она продержалась 6,5 дней. В отличие от бензина-калоша. Так что, безусловно, победа за зиппа. Но хочу добавить от себя такое. Если вас парит финансовый вопрос заправки зажигалок, если вам не в лом заправлять каждые несколько дней ее, то, в принципе, бензин-калоша отличная альтернатива. Поскольку я как бы заправлял зажигалку всего 4 кубиками, а в ней 8, то на бензине-калоша она спокойно вытянет, я думаю, дней 6. На бензине-зиппа 2 недели. То есть, если спокойно находиться дома с этой зажигалкой, заправлять, не париться, то нормально. Но если какие-то походы, еще что-то такое, то, конечно, обязательно бензин-зиппа, потому что, блин, он жизнь может спасти. Вот. Так что я надеюсь, мой обзор, эксперимент был полезен для вас. Ставим лайки, подписываемся на канал мой и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok